В 60-е годы между колхозами и Московским театром оперетты впору было открывать регулярные автобусные рейсы. Туда каждые выходные приезжали сотни тружеников села, которые наслаждались шедеврами мирового искусства в исполнении непревзойденной Татьяны Шмыги. Звезда оперетты выходила на сцену даже после того, как потеряла ногу из-за осложнений после сахарного диабета, с которым артиста боролась долгое время. «Когда пришло сообщение, что она в больнице и ей ампутировали ногу, я упала в обморок. Просто сползла по стенке. Потому что это было с ней несовместимо, понимаете? Просто несовместимо. Ой, что говорить?» Жаль, вспомнила в эфире телеканала «Россия-1» коллега Шмыги по театру Светлана Варгузова. Несоветская внешность и европейские манеры Татьяны Шмыги сражали на повал. Может быть, из-за этого ей доверили роль загадочной француженки в гусарской балладе. Картину посмотрели 50 миллионов человек, а Шмыга получила титул королевы советской оперетты. Ни один правительственный концерт, а тем более голубой огонек не обходился без ее участия. О ее появлении зрители встречали овациями. «Я пришла в театр в 1967 году. Мы все время гримировались в одной гримерной. Я хочу сказать, что это удивительный человек. Во-первых, очень демократичная. Я только пришла в театр, а она мне говорит, «Светка, как у меня тут, а вот тут». «Ой, ногти не намазала в этой простоте заключалась душа, иначе человек не может искренним на сцене», — рассказала Варгузова. Татьяна Шмыга до последнего играла в любимом театре. Финальным аккордом стал юбилейный бенефис, на котором она отплясывала канкан и пела лучшей арии. Немногие догадывались, каких сил это стоило народной артистке. Татьяны Шмыги не стало 10 лет назад. Но зрители до сих пор помнят великую артистку, которая подарила миру больше сотни неповторимых образов. Прекрасный человек и гениальная актриса. Не забуду никогда добавила Светлана Варгузова.